Музыка Я Раиса Ивановна Сокова. Родилась в 1943 году, 5 мая, в семье колхозника. Музыка, отец был инвалид детства. Жили в бедной семье, в колхозной семье, голодали. Все было. Мать моя умерла рано. Мне было всего только 5 лет. И нас осталось двое. Мне 5 лет и сестре 2,5 года. Тяжело нам было, конечно. Вот эта тетя, это дядя родного жена. Она нас взяла под опеку воспитывать нас. И очень добрая была женщина, потому что она и сама сиротой росла и нас не обижала. Вот это первая моя фотография, которая сделана мне тут 7 лет. Потом в 1949 году папа наш женился, привел мачеху. Очень, очень тяжело проходилось голодать без куска хлеба. Голые, босые. В школу я пошла босиком, мне нечего было одеть. Мне портфель пошил, сумку с тряпки. Через плечо. Я пришла босиком, стояла в первом классе, потому что не в чего было нам одеться. Тяжело писать ни на чем. Ручек не было, карандаши. Бумага была, привозил нам мешки с цементом. И на этой бумаге мы в школе писали. Мы учились по одной книжке, по очереди, потому что не было ни книжек у нас, ну ничего. Чернильница была. Одна на 10 человек. Писали, кто вперед. Очень хотелось учиться. Керосина не было. Не давали нам даже с керосиновой лампой заниматься, потому что не было керосина. Мы при Луне читали книги. Я так хотела учиться, но мне не за что было учиться. Я рано пошла работать в колхоз. Мне было 13 лет, я уже работала на комбайне с Турбайной. Питалась там, в колхозе и жила там, и спала, и ночью там, и днем, потому что дома мне места не было. Не было. Я вечно была как отшельник тот. Я старалась со всех сил работать, чтобы заработать себе кусок хлеба. И в 59-м году, а мы на трудоднях же были. Трудодни. Что эти трудодни? Полгода работаем, а ничего нет. Вот эта фотография. Это мы на ночной смене фотографировали со своей двоюродной сестрой, с Тамарой. Вот мы одеты в уши были. Вот эта. У нас одежда была и клубная, и рабочая. Больше у нас одежды не было никакой, абсолютно. И сапоги, и пена одну ногу. Не было даже и сапога бутса. Вот так мы жили. Вот эта фотография. Я уже на почте работала. Я уже себе купила платье. Вот. Вот это мне тут 16 лет. Я на почте уже работала. Вот. Зарабатывала уже деньги сама. Вот. И уже мне так легко было. Я ушла от родителей, бросила свою мачеху, бросила отца и ушла к бабушке, к дяде и к тете. У них было трое детей. У них двое, пятеро. Бабушка шестая. Я седьмая. Места нету. Спать негде. Не на чем. На печи на русской. Положила свою куфаечку. Легла, выспалась на этой куфаечке. Встала, стряхнулася, одела и пришла на работу. Вот и вся была одежда. В чем ходил, в том и спал. Вот так мы жили. Такие годы тяжелые были. Но все-таки судьба меня не обидела. Я все-таки добилась своей цели. Как мне трудно не было. Я закончила вечернюю школу и пошла заочно учиться. Шесть лет проработала каменщиком. И заочно закончила Краснодарский монтажный тюрьм. В 81-м году я уже работала мастером. И в почете всегда. Сколько у меня почетных граммов всех. Очень много почетных граммов. И я рада, что жизнь все-таки Бог меня не обидел. У меня семь внуков и десять правнуков. Вот. Как бы трудно не было. Но я рада. Я сейчас очень счастливая. Субтитры сделал DimaTorzok